Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня поговорим про разрешенные средства самообороны в Англии. Что можно, а что нельзя. Англия достаточно интересная и в то же время странная страна в плане оружейного законодательства. Поехали! Начнем пожалуй с обороты и хранения огнестрельного оружия и пневматического у гражданского населения. Владеть оружием в Англии и Уэльсе может любое лицо с гражданством или статусом постоянно проживающего в стране. В Англии нет привычного нам разделения между гладкоствольным и нарезным оружием. Там есть понятие огнестрельное оружие, на которое нужно иметь сертификат FIC. И дробовики, сертификат SGC. Итак, основные положения для получения сертификата FIC. FIC переводится как Firearm. Заявку можно подать в любой отдел полиции. Сертификат выдается на оружие, человек будет закреплен за стволом, за который будет нести ответственность. На основании сертификата приобретается оружие. Желающий обладать стрельным оружием должен обосновать полицейским свое желание на приобретение, а для приобретения последующих единиц оружия нужно привести уважительные причины. Заявителю необходимо назначить двух поручителей для подтверждения своей заявки, а также сообщить обо всех уголовных делах, какими бы они ни были. Похоже на условия получения кредита у нас. Сертификат выдается на 5 лет. Получить сертификат можно с 18 лет. По хранению все примерно так же, как и у нас. Единственное, контролирующие органы также требуют недопущения к оружию лиц без сертификатов на их владение. Это означает, что даже члены семьи не должны иметь ключи от шкафа, сейфа и знать, где оружие хранится. Цена выдачи такого сертификата 88 фунтов, что на наши получается плюс-минус 9 тысяч рублей. Далее, что касается сертификата на дробовик SGC, шотган сертификат. Дробовики могут заряжаться не более чем тремя патронами одновременно. Ствол должен быть длиннее 609 миллиметров. Помповые и полуавтоматические ружья должны быть длиннее 1016 миллиметров. Основные положения аналогичны сертификату на огнестрельное оружие. Цена сертификата 79 фунтов. На наши это плюс-минус 8 тысяч рублей. Итак, плавно добрались до пневматического оружия. Пневматическое оружие с дульной энергией более 16 джоулей и пистолеты с дульной энергией более 8 джоулей классифицируются как огнестрельное оружие. Тут уже необходимо получать сертификат. Если пневматика имеет дульную энергию ниже указанного, то никаких запретов на его приобретение и использование нет. А вот если владелец пневматики не знает, что оружие подульной энергии превышает те, что указаны в законе, то он будет осужден за незаконное владение огнестрельным оружием. Вот такой вот каламбур. Требования к владению пневматикой. Наличие 18-летнего возраста. Использование пневматики только в специально отведенных местах. Любое нахождение на частной собственности с пневматикой будет расцениваться как вооруженное вторжение. Пневматика, работающая на СО2 или другом газе, запрещена. По страйкбольным приводам тоже все непросто, но сейчас в это вдаваться не будем. Двигаемся дальше. Газовые перцовые баллончики, ножи и так далее. В Англии соблюдаются права нападающего, поэтому перцовые баллоны запрещены, так как от них жжет глазки и текут сопли. Они считаются оружием и за их ввоз или использование можно сесть. Вот например женщинам предлагают использовать баллоны с несмываемой краской, чтобы дезориентировать нападающего и дать полиции возможность найти его после преступления. Также предлагается использовать яркие ослепляющие фонарики и специальные свистки против насильников. Нет, ну серьезно вообще? Ладно, двигаемся дальше. Ножи в Англии под запретом. Если у вас на кармане обнаружат обычный складной нож, то у вас могут быть большие проблемы, вплоть до тюремного срока. Травматического оружия в Англии нет. Ах да, и еще небольшое-то отступление. Огнестрельное оружие по законодательству Англии не предназначено для самообороны, только для охоты или спорта. Напоследок одна интересная особенность английского законодательства. Вход преступникам на территорию вашей частной собственности вне дома не только не опасен, но даже не считается преступлением, а считается гражданским правонарушением. Полиция как правило на такие вызовы не приезжает. Были случаи, не зная правда или нет, но обычный бродяга может залезть в ваш бассейн и постирать в нем одежду. Такие вот законы в Англии. Да и в целом по Европе тоже все непросто. Пишите свое мнение в комментариях и предлагайте какую страну разобрать в следующих роликах. Понравилось видео? Тогда поддержи меня бодрым лайком и подпиской на канал. Ну а обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Это обязательно. С вами был Медвежий Барабан. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч!